Приступи! Тигран Саркисян разбирает и собирает автомат за 14 секунд. Это рекорд среди юноармейцев Ленинского городского округа. К такому результату молодой человек шел 9 лет. Именно столько он посещает военно-патриотический клуб «Радник», на базе которого в «Видном» было создано движение юноармии. В принципе, можно научиться за пару часов. Вот, а так много тренировок. Сегодня в рядах юноармейцев Ленинского городского округа более 1200 человек. Это ученики муниципальных школ. В каждом образовательном учреждении есть свой юноармейский отряд. Ребята изучают военную историю, посещают тематические мероприятия, занимаются волонтерством. Ведется определенная работа, рассказы, теоретические уроки. Готовимся к сразу смотрам, выездам и так далее. То есть, на самом деле, юноармейское, так сказать, лето было очень активное. Оно было очень активное, много мероприятий, много конкурсов. И там девушки в погонах, и много всяких игр. Юноармейцы на своих хрупких плечах несут богатую историю нашей страны. Пропагандируют среди сверстников патриотизм. Многие ребята мечтают стать военными. Александр Борзенков после школы поступил в колледж, где сейчас учится на юриста. Он с нетерпением ждет время, когда пойдет в армию, чтобы продолжить развивать свои воинские навыки. Когда я пойду в армию, это будет через год. Я хочу остаться там по контракту. И поэтому я начал заниматься военной подготовкой. Именно военной подготовкой. Но еще иногда хожу на боевое самбо. Среди юноармейцев немало девушек. Алина Санникова за два года в движении дошла до звания младшего вице-сержанта и получила третий разряд по парашютному спорту. Когда вы одеваете саму систему и идете к самому кукурузнику, на самолет, на котором вы летите, и смотрите это с высоты, это просто замирает сердце. Вы уже думаете, сможете выпрыгнуть или нет, но вы прыгаете, и потом у вас просто незабываемое ощущение невесомости. В планах у руководителя юноармейского движения в Ленинском округе Михаила Каноненко организовать шефство над ветеранами, чтобы каждый школьный отряд взял опеку над одним или несколькими ветеранами и оказывал постоянную адресную помощь. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.